Дорогие мои, всем доброе утро! Сегодня у нас четверг, я собираюсь на работу, но проснулась пораньше, потому что я вам обещала сделать маску от Биа Бьюти показать, которую я уже снимала, но, к сожалению, все куда-то исчезло. Ой, конечно, у меня ванна не лучшее место для съемок, но ничего не сделаешь. Так, сейчас быстренько соберу волосы. Я уже зубки почистила, умылась. Умываюсь я с утра каким-нибудь легким гелем для умывания. Так, опять еле нашла резиночки, вот эти, которые я покупала. У меня сын с кошкой играют с этими резинками. Ну, просто вот для кошки лучше нет игрушки, чем такая резинка. Так, умываюсь я вот таким легким гелем сейчас, корейским, он у меня уже заканчивается. Неплохой. Если спросите, отмывает ли он косметику, я не знаю. Я такие гели на вечер не использую, это просто у меня как на утро. Так, перед тем, как наносить маску, ну, знаете, что нужно будет сделать? Будем использовать гель для умывания минеральный, солевой гель для глубокой очистки кожи лица. Я его тестирую уже, наверное, дней 10. Первые дни я прям каждый день его использовала, но я использую обычно вечером. Вчера вечером специально не стала его умываться. Думаю, сегодня утром покажу вам, как оно действует. Наношу на увлажненное лицо буквально на одну минутку. Так, сейчас. Лицо намочим. Так. И теперь примерно полтора-два сантиметра этого геля. Опа, забыла его взболтать. Он пока стоит, я храню его в холодильнике. Я так поняла, он разделяется на фракции, на две. Ну, ничего, так сполтала. И вот примерно полтора-два сантиметра этого геля я наношу. Вот так вот он выглядит. И не втираю, а просто наношу на кожу лица. И оставляю примерно на одну минутку. Ничего не надо скрабировать, просто этот гель наносится на кожу лица. Поближе покажу, как он выглядит, этот гель. Вот буквально за одну минутку он чуть-чуть подсыхает. И потом я маленечко, прям чуть-чуть добавляю воды. И начинаю кожу потихонечку, потихонечку вот так вот массировать. И в это время как раз вот и происходит это самое. И очищение, и скрабирование. Мне очень нравится, девчонки, кожа после этого. Ну, просто бархат, вот реально. При этом она становится еще и увлажненной, и очищенной. Очень классно. Собирайтесь куда-нибудь в гости там на праздник. Срочно нужно что-то сделать с лицом, чтобы и тонально, и все хорошо ложилось. Вот этот гель, девчонки, вам в помощь. Все, девчонки, я умылась. И сейчас будем наносить вот эту вот маску. Это Таласа. Гелевая маска с морскими водорослями для питания и подтяжки кожи лица и шеи. На 98% состоит из натуральных компонентов. Сама маска вот такого зеленого цвета. Пахнет она такими водорослями, в общем, пахнет. Наношу ее с помощью пальчиков, мне так проще, на все лицо и оставляю на 15 минут. Так, девочки, я хочу сразу оставить на нее отзыв. Хочу сказать, что эта маска, как и заявлено, для подтяжки и питания, увлажнения. С морщинками, как таковыми, бороться эта маска мне не помогла. Вот здесь вот, с правой стороны, у меня носогубная складка очень активная. Я все с ней борюсь, борюсь разными масками, но, в принципе, ничего не помогает. Понимаю, что здесь поможет только косметолог, какие-то филеры. Но, девчонки, я боюсь. Я вот реально боюсь всех этих уколов. Смотрю, девчонки ставят и ботоксы, и чего только не делают. Но, если честно, вот прям вот, ну, боюсь я как-либо вмешиваться в свое лицо именно вот такими радикальными мерами. Не говоря уже о том, что вообще какую-то там пластическую хирургию использовать или что, боюсь последствий. Ну, есть у меня эта складка и есть, и ничего с этим не сделаешь. Конечно, возраст дает о себе знать. Вы знаете, сколько мне лет. Я стараюсь, конечно, о себе заботиться, о своей коже и на теле, и на лице. И увлажняю, и очищаю. И практически каждый день какие-то манипуляции со своим лицом я делаю. То есть, даже если мне очень прям лениво, я могу когда-то пропустить, но в большинстве своем нет. Я каждый день делаю какие-то масочки, скрабирование, что-то там. Ну, вот именно, которые предназначены уже для моей кожи лица. Потому что сильно тоже переусердствовать, особенно со скрабами, для возрастной кожи не стоит. Так, вот смотрите, сейчас пройдет 15 минут. Примерно уже через 5 минут эта маска на лице, скажем так, засыхает. И она становится как будто бы маска-пленка. Но она пленкой не будет. Вы ее вот так вот чулочком потом не снимете. И снимается эта маска исключительно каким-то спонжем. Просто так умыть ее с лица, снять, ну, невозможно. Она прям будет кататься-кататься по лицу. И только спонж в этом деле нам поможет. Так, ладно, я сейчас уже мою ручки. Жду 15 минут и покажу вам результат. Девчонки, вышла на балкон. Вроде солнышко на улице. Но чувствуется, что все равно прохладно, когда я уже куплю себе этот градусник. Так, по поводу маски, девчонки. Пока ничего еще на кожу не наносила. Ни тонер, никакой ни крем, чтобы показать, что моя кожа чувствует себя после этой маски. Вполне комфортно. Да, моя носогубная складка никуда не делась. Морщинки тоже вроде все на месте. Все стабильно. Но визуально все-таки, я думаю, вы можете заметить, что кожа подтянута. Она ровная и на ощупь прям такая бархатистая. В общем, девчонки, советую вам эту маску. Все ссылочки я оставлю в инфобоксе. Проходите, смотрите. Хватит вам ее надолго. И узнаете, даже как экспресс-маска ее использовать. Вообще милое дело. Обычно утром я выхожу на балкон, если, конечно, на улице тепло, чтобы попить кофе. Мне уже даже сын говорит, мама, ты балкон в кухню превратила. Я говорю, ну да, у меня до сих пор здесь еще стаканчики такие стоят, свечки стоят. Сяду так классно с утра, никого нет, тихо. Но в этот раз я осталась без кофе. Девочки, сейчас покажу кофе, который никогда в жизни не покупайте. Даже если вам его бесплатно будут давать, не берите. Это кофе из магазина FixPrice. Стоит оно 59 рублей. Сублимированный, растворимый. Другого никакого не было. Но решила, думаю, попробую этот. Во-первых, цвет земли у этого кофе. Такой же запах. Когда я его сейчас налила, думаю, наслажусь, наслажусь с утра ароматом кофе, девочки. Я тут же его вылила. Я его попробовала на вкус. Мне кажется, даже если вы землю заварите, это будет намного вкуснее, чем этот кофе. В общем, он у меня сразу же отправляется в мусорку. Использовать его я не буду. Придется заваривать чай. А вот этот чай я вам хочу порекомендовать также из магазина FixPrice. Это черный с чабрецом и мятой. Я когда первый раз его заварила, сын говорит, мама, что ты добавила туда такого вкусного? Я говорю, ничего. Просто вот этот чай. У него прям выраженный такой аромат мяты. Написано, что он идет без ароматизаторов. И в составе только чай черный байховый, чабрец и мята. В общем, девчонки, вот этот чай я вам рекомендую. Стоит он, по-моему, 59 рублей. Так, ну что, так как у нас сегодня чистый четверг, в принципе, мы уже с Женей кое-что поубирались в квартире. Единственное, у меня все руки не доходят до шкафа. Я хочу прям полностью его освободить. Вот знаете, вот все бы оттуда выкинула, оставила в пустые полки. И все, нужно будет это разбирать. Ой, солнышко прям начинает так выходить, выходить. Глазки слепит. В общем, мне до шкафа руки никак не доходят. Хочу очистить полностью пространство. Знаете, нужно выкинуть старое, чтобы появилось что-то новое. Кстати, девчонки, я продала кушетку медицинскую. Приехал парень, такой молодой, красивый, здоровый. Он сам массажист. Он ее посмотрел, сразу забрал. Ну, попросил только скидку, в общем, небольшую. Я им 500 рублей скинула. Ну, как я и говорила, каждый товар найдет своего покупателя. Через два дня мне этот парень написал, Лена, огромнейшее просто вам спасибо за эту кушетку. Она, говорит, настолько комфортная. Говорит, ну, вот просто, говорит, прям профессиональная, хорошая кушетка. Я говорю, я очень рада, что она вам досталась, что она вам понравилась. В общем, вот так вот. Так, что я сегодня хочу сделать? Хочу сейчас накраситься, сходить на работу, а после работы пойду схожу в магазин. Мне нужно, по сути, так-то все есть вроде как бы, но нет яиц и нет красителей, нужно будет купить. На машине я не поеду, я последнее время хожу пешком. Дело в том, что у меня машина до сих пор еще на зимних колесах. С теми летними колесами, которые мне пообещали, не получилось. Такая ситуация была. В общем, они стоили 7000, это бэушные колеса. Ну, как мне объяснили, что три сезона я точно на них отъезжу. Думаю, ну и возьму. Мало ли. Отдала я половину суммы, ну точнее 4000, и в конечном итоге продавец отказался мне продавать, отдавать эти колеса. Он сказал, что нет, все кругом подорожало, а цены на колеса, я бы сказала, поднялись в два раза. То, что я хотела сейчас, стоит одно колесо 8-10 тысяч. К сожалению, таких денег у меня на колеса нет. И он вернул мне деньги, и все. Я осталась без колес, поэтому у меня машина до сих пор без новой обудки. Ну вот, отложила деньги, которые выручила с кушетки, плюс те 4000, в общем. В общем, итоге у меня сейчас есть 11000, как раз хватает на одно колесо. Ну, буду искать, конечно, бэушку. Кора, ты меня напугала. Кошка запрыгнула на стул, очень ей захотелось в окно посмотреть. Я даже не ожидала такого резкого скачка. Я, говорю, реально, аж напугалась, думаю, что там случилось. Сейчас сидит себе спокойно на стуле отдыхает. Так, ну, в общем-то, все я вам рассказала. В общем, по сути, да, пойду я собираться, и вечер пойду в магазин за продуктами. Я уже дома показываю свою продуктовую закупочку. В общем-то, опять купила ничего, а потратила я почти 1800 рублей. Зашла исключительно за яйцами, мне нужны были. Кстати, смотрела еще красители, уже ничего нету, но сказали, вроде должны подвезти. Мне нужны были вот именно гелевые красители, в пятерочке не было. У нас пятерочка недалеко от дома, поэтому я решила пойти пешком, без машины. Если бы я была на машине, я бы набрала еще больше. Вот из-за того, что нести тяжело, я набрала всего на 1800. Так, купила яблоки Royal Gala. Они были по цене 170 рублей килограмм. Ну, кстати, там стоял другой ценник. Если бы я знала, я бы такие дорогие не покупала. Я хотела взять Gold яблоки, они были по 90 рублей по акции. Ну, думаю, ладно, возьму уже вот эти фасованные. Там якобы цена тоже была 80 с чем-то рублей, но оказалось, что они почти по 150 рублей, по 170 даже. Да, 169,99. В общем, на 249 рублей я взяла. И здесь у меня полтора килограмма. Дальше купила два десятка яиц, взяла категорию C1. Вообще прочитала, что для покраски яиц лучше брать категорию C2. Потому что категория C2 – это яйца от несушек, и вот якобы они при варке не лопаются. У них более такая плотная скорлупа. Ну, взяла категорию C1, и они вышли по 80 рублей. В общем, две упаковочки на 160 рублей. Капуста. Девочки, ну капуста, я вообще не знаю, как будто ее с самой Австралией везут. В общем, стоит она по 95 рублей килограмм, и у меня вот этот вилочек вытянул почти на 200 рублей. Кофе. Взяла две банки кофе. Какой-то винетто был по акции, по 199 рублей. Одну банку взяла на работу. Здесь у нас пятерочка – это крепкий кофе. Я его дома оставлю. Вот здесь вот четверочка. Не знаю, арабика. Буду пробовать, посмотрим, что это за кофе. Ну, думаю, нормальный. Весь он одинаковый, можно сказать. Так, дальше. По 200 рублей в общем банка. Взяла на праздничный стол вот такие корнишончики маринованные. Green Ray. Они по 114 рублей. Масло, думаю, возьму на всякий случай. У меня там немного осталось. И масло было по 130 рублей за литр. Мне вот масло злата нравится. По 59 рублей листовой салат. Тоже взяла на праздничный стол, на Пасху, в общем, для украшения. Потом по красной цене увидела вот такой голландский сыр. Написано, что он без заменителей жира. Здесь почти 300 граммов. И этот сыр был по 550 рублей килограмм. Так, на сколько он мне тут вышел? Ну, ладно, не буду на нем останавливаться. Сейчас быстро так и не найду. В общем, по 550 рублей килограмм. Дальше. Взяла я бананы три штучки. Чего-то вечером мы с сыном пристрастились делать смузи. Это кефир, бананы и яблоки. Я вообще, если честно, поправилась на 4 килограмма. Для меня это слишком много. Я уже не влажу ни в одни джинсы. Я сейчас полностью отказалась от булочек. Так-то я на работе в течение дня могла и 2, и 3 булочки слопать, с кофе, с чаем. Поняла, что мои булочки дали о себе знать. Я уже сама как булочка. Поэтому я отказалась от сладкого практически. Могу там одну-две конфетки съесть. Ну, вот и вечерами мы делаем смузи. Бананы были по 115 рублей килограмм. Вот три банана вышли на 72 рубля. Чеснок по 340 рублей килограммов. Ну, вот вышел он на 15 рублей одна штучка. И взяла еще пару колбасок. Одна венский сервелат 350 грамм. Она была по 110 рублей. Вот такая упаковочка. И также на Пасху купила колбаса сырокопченая юбилейная. Тоже по акции по 120 рублей. Здесь 200 граммов. Но знаете, что меня смущает? Что здесь написано мясной продукт. Это что? Мясной продукт. Ну, точно, что из мяса, наверное. Или наоборот, это не из мяса. Но, в общем, тут состав такой мелкий. Буду надеяться, что все-таки это из мяса. Ну, и как я уже сказала, чек вышел на 1780 рублей. Конечно, я еще не все купила. Нужны будут еще красители. Докуплю еще десяток яиц. В общем, завтра опять пойду в магазин. Всем еще раз огромный привет. Продолжаем влог. Слушайте, сегодня суббота. Проснулась. Чувствую себя просто отвратительно ужасно. В четверг, в общем, я решила помыть окна на балконе. И, видимо, вот меня просквозило. Потому что уже в пятницу я прям чувствовала себя как-то... Ну, уже заложила нос. Вот сегодня суббота утро. Я проснулась. Я понимаю, что я реально заболела. У меня столько дел. Я вообще еще ничего не делала. У меня вообще были сегодня такие планы. Спечку лечь. Я уже достала зайца. Сейчас вам покажу. И сегодня еще нужно обязательно покрасить яйца. Завтра я собиралась сходить на Пасху в церковь. Но, видимо, никуда я не пойду. Потому что чувствую себя просто ужасно. Температуры нет. Но очень болит голова. Вот слезятся глаза. В общем, да. Скорее всего, еще вчера я ездила в магазин. Говорила вам, что кое-что нужно будет докупить. Сейчас покажу. Кстати. Докупила я просто кокосовую стружку. Вот такую взяла. Взяла глазурь со вкусом ванили. Но это в расчете на то, что я буду печку лить. И взяла вот такие перламутровые красители. Не буду заморачиваться. Потому что мне сейчас не до этого. Просто как-нибудь покрашу яйца и все. И я попала под дождь. Вчера было просто ужасно холодно. Был то дождь, то снег. И вот я с магазина туда-сюда. Была в кожаной куртке. И вот, скорее всего, еще и благодаря дождю я тоже подстыла. Так, я сейчас налила кофе к себе. Умыла. В общем, правда, чувствую себя очень плохо. Сейчас сахар. Попью кофе. Конечно, говорю, планов было громадьё. Но, видимо, им не суждено сбыться. Но, помимо всего прочего, я вообще рассчитывала этот влог, что он выйдет в субботу. Чтобы хоть какие-то моменты по приготовлению Пасхи для себя взяли. Вдруг что-то было, по-моему, по покраске яиц, допустим, по приготовлению зайца. Но благодаря тому, что у нас практически каждый день отключают свет, у нас сгорел компьютер. Я говорю, вот, начинаешь на что-то одно копить, обязательно случается что-то другое. Я понимаю, что я не могу сейчас взять компьютер, потому что у меня есть действующий кредит. Мне никто этот компьютер не даст. Я вообще в таком расстройстве. Это ладно мне, а сын у меня учится. Он говорит, мама, я вообще не представляю, что делать. Но такие, в общем, проблемы. Поэтому, когда выйдет этот влог, я даже не знаю. Ну и он уже, по сути-то, будет и неактуальным. В любом случае, я покажу, скорее всего, уже, наверное, пасхальный стол. Что у нас будет на Пасху на столе. Не знаю, получится, говорю, у меня сходить в церковь или нет. В общем, что-то как-то не ожидала я, что я заболею. Это очень неприятно. Ну, что получилось, то получилось. Видимо, так нужно было. Так, ну что, давайте покажу вам сейчас зайца. Выглядит он, скажу вам, не очень красиво. Наверное, так же, как и я. Вот он зайчик-попрыгайчик. Я так понимаю, он был белого цвета. Смотрю, тут вот еще белая шерстка на нем. Нужно будет все это убрать. Забыла на ночь его вытащить с морозилки. Вот сейчас вытащила. И скажу вам, что не очень-то он фотогеничный. И у него такой, знаете, прям специфический запах. Это пока он еще замороженный. Я представляю, какой от него. У меня предупреждали, что запах от зайца такой прям специфический. Вот у него хвостик. Ну, прям не красавец, скажу я вам, не красавец. Буду вымачивать его часов 10. По рецепту с ютуба буду готовить. Ну, в принципе, так же, как и кролик. Порежу, обжарю, посолю, поперчу. А потом часа полтора-два буду просто его тушить с морковочкой, с луком, со сметанкой. Думаю, все будет вкусненько. Так, я еще достала яйца, чтобы они были комнатной температуры. Отварю и буду красить. У меня, кстати, на канале уже есть, как я крашу яйца. В этом году я буду красить их точно так же. С помощью вот этих вот гелевых красителей. Мне очень понравились, как в том году они получились. Все спрашивали, Лен, как ты так покрасила яйца? Все, вообще, девчонки, очень просто. Сейчас очень много на ютубе разных покрасок. Так что можно найти для себя самый такой хороший вариант. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Начинаем готовить зайца. Я его вымачивала почти 8 часов. Четыре раза меняла воду. Прям кровяной он такой. Порезала на порционные кусочки. Но я, знаете, даже больше не столько резала его, сколько ломала. Очень острые косточки у зайца. Нужно быть аккуратненько. Так, помимо зайца нам понадобится лук. У меня здесь две большие головки. Я порезала просто четверть кольцами. Чеснок, мука. Из приправ у меня будет вот такая смесь перцев, орегано и соль. Также нам понадобится для тушения сметана и для жарки подсолнечное масло. Я уже включила сковородку. Теперь, что мы делаем. Берем зайца и просто его обваливаем в муке. После того, как я его обваляю в муке, буду жарить на сковородке без всего, только с подсолнечным маслом до золотистой корочки. Сильно зайца ужаривать не нужно. Поэтому просто до золотистой корочки. Масло разогрелось на сковородке, прям накалилось. И теперь выкладываю сюда нашего зайчика. Выкладывать буду в один ряд. Не нужно много зайца сюда выкладывать. И все, обжариваю. Зайца я полностью всего обжарила. Теперь взяла кастрюлю, в которой буду его тушить. И что мы делаем? Укладываем слоями. Первый слой будет лук. Хорошенечко на дно его укладываем. Далее наш вкусный зайчик. Кстати, пока я его жарила, уже никакого неприятного запаха от зайца не было. Пахнет очень и очень вкусно. Так. Зайчик еще. Вот так вот. Все, уложила на дно. Так, теперь нам понадобится соль. Присолим. Далее орегано. И черный перец. У меня это смесь перцев. Зубчик чеснока. Следующий слой все то же самое. Лучок, зайчик, соль, перец и орегано. И последнее, что нам понадобится, это сметана и вода. Так, сметанки я примерно 3 больших столовых ложечки положу. По вкусу, вот уже сейчас я немного попробовала, это прям как настоящий такой шашлык. Я представляю, если этого зайца приготовить на костре, какая же это будет вкуснятина. У меня вода кипяченая. Добавляю примерно до середины содержимого. Много воды наливать не нужно. Так. Теперь все это накрываю крышкой и отправляю тушиться примерно на полтора часа. Прошло полтора часа. Я уже положила себе кусочек зайчатинки. Отделила от косточки. Все легко отделяется. И сейчас буду пробовать, каков же зайчик получился на вкус. Посмотрите, какой он аппетитный. Ребятки, он просто тает во рту. А какой он вкусный. Никакого постороннего ни аромата, ни постороннего вкуса. Вот вкус мяса. Кто ел кролика, вот точно такой же вкус. Очень-очень вкусно получилось. Так что вот, кто будет готовить зайца, советую приготовить по этому простому рецепту. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok